Можно ли ходить в баню при эндометриозе? Такой вопрос я часто слышу от женщин с этим диагнозом. Прежде чем на него ответить, давайте разберемся, что такое правильная баня для женского организма. Также хочу уточнить, что речь пойдет о русской бане, а не о сауне или хамаме. Итак, правильная температура для русской бани примерно 50-55 градусов по Цельсию. Есть мнение, что чем выше температура, тем лучше. Но это не так. Ведь в бане важна мягкость и неспешность. А слишком высокие температуры не дадут в полной мере насладиться процессом, который в идеале должен занимать от 3 до 5 часов. Подготовку к бане стоит начать с перекуса, так как организму в бане потребуется энергия. Поэтому за пару часов до бани можно съесть легкий суп, овощное блюдо или салат. С собой захватите термос с заваренным шиповником, травяным или ягодным чаем, а также легкий перекус. Термическая нагрузка, которая вам предстоит, обязательно вызовет чувство голода. Утолить его помогут овощи, фрукты, орехи, сыр. И тут главное правило – не объедаться. Хорошо взять с собой в баню несколько веников. Например, дубовый для парения, парочку березовых, чтобы укрыть голову во время парения, и пихтовый или эвкалиптовый, который кладут под лицо для ароматерапии. Во время парения прислушивайтесь к своему состоянию. Отслеживайте напряжение мышц, ощущение холода. Направляйте внимание туда, где оно больше всего необходимо. Обычно делают от 3 до 5 заходов в парную. Первый заход недолгий, и кому-то будет достаточно даже 5 минут. Главное правило – прислушивайтесь к себе, не смотрите на то, что делают другие. Стоит помнить, что отдых после парения должен быть не меньше, чем время, которое вы провели в парной. Например, 15 минут парения, 15 минут отдыха. После парения можно перейти к контрастным процедурам. Ополоснуться прохладной водой, начиная с ног и до головы. Погрузиться в купель с холодной водой или в бассейн. Контрастные процедуры помогают сохранить функциональность митохондрии, поэтому лично я их очень люблю. А потом, конечно, самое время укутаться в простынь, полежать, расслабиться и перекусить. Что же касается бани при эндометриозе, однозначного вопроса «можно или нет?» не существует. Напомню, что эндометриоз – это хроническое заболевание, при котором клетки эндометрия, выстилающие внутреннюю поверхность матки, начинают распространяться за ее пределы и проникать в другие органы малого таза. Эндометриоз может проявляться хроническим болевым синдромом и бесплодием. Выделяют 4 стадии от минимального поражения до крайне выраженного. И если при первой стадии, как правило, участок разрастания единичный и объект его распространения один орган, то четвертая стадия характеризуется серьезными нарушениями в работе мочеполовой системы. Появляются проблемы не только с зачатием, поражаются органы малого таза. Поэтому безопасность похода в баню во многом зависит от степени эндометриоза. При первой и второй степени ходить в баню можно смело, при третьей лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, а вот при четвертой уже не рекомендуется. Также при диагнозе эндометриоз не стоит ходить в баню во время менструации. Одним из симптомов эндометриоза могут стать значительные хронические кровопотери во время менструации. В результате развивается постгеморрагическая анемия или малокровие. Состояние проявляется общей слабостью, бледностью, головокружениями и сонливостью. При постгеморрагической анемии баню нельзя посещать вне зависимости от степени эндометриоза. Для многих женщин слово «нельзя» становится отличным стимулом к тому, чтобы избавиться от ограничивающих факторов, от болезней. В этом я их горячо поддерживаю. Поэтому хочу дать несколько рекомендаций, как вылечить эндометриоз или как минимум не допустить его дальнейшего развития. В первую очередь нужно нормализовать работу печени, вылечить воспаление кишечника и пройти курс пробиотиков. Дело в том, что и печень, и кишечник играют важную роль в правильном метаболизме эстрогена. Если работа этих органов нарушена, вырастает вероятность доминирования эстрогена и, соответственно, увеличивается риск заболеваний женской репродуктивной сферы, в частности эндометриоза. Если есть воспалительные заболевания органов малого таза, их тоже необходимо устранить. Стоит также добавить висцеральные практики для улучшения венозного оттока и устранения застойных явлений в органах малого таза. Это могут быть дыхательные техники, которые в йоге называются брюшные манипуляции, или висцеральный массаж и самомассаж. В дополнение к дыхательным и брюшным практикам для лечения эндометриоза важно скорректировать диету, отказаться от продуктов, которые повышают эстроген, красное мясо и молочные продукты. Стоит добавить в рацион крестоцветные овощи. Это все виды капусты, включая брокколи, а также шпинат, руккола, крес-салат, редис, редька и другие овощи. Обратите внимание и на другие продукты, восстанавливающие гормональный баланс при повышенной выработке эстрогена. Например, гранат, красный виноград, зеленый чай, семена кунжута. Также не забывайте про продукты, богатые витаминами С, В12 и магнием. Еще один важный шаг – это уменьшить пищевой и бытовой контакт к сеноэстрогенами. Так называют синтетические гормональные соединения с эстрогенной активностью. Больше всего их содержится в пластике. Постарайтесь не пить напитки из таких бутылок, не подогревать пластиковую посуду и не хранить в ней долго пищу. Для многих моих учениц эндометриоз перестал быть проблемой. Надеюсь, что и ваши с ним дороги навсегда разойдутся. Будьте счастливы и здоровы!